я вас приветствую на своем канале с вами валентина у нас очень интересная работа в технике текстильная пицца нам понадобится любая абсолютно ткань это будет основа у меня нетканное полотно 53 на 40 размеры может быть в процессе работы будут меньше я посмотрю по картинке во первых что мы можем сделать если у вас вот такие маленькие лоскуточки можно использовать клеевую эта паутинка видите она совершенно прозрачная она приклеивается с двух сторон она фиксирует вашу ткань и ваши лоскуты также можно использовать флизелин тут одна сторона гладкая без клея другая с клеем так какая с клеем мы кладем наверх чтобы наши лоскутки прилипли вариант 1 если у вас крупный фон крупные лоскуты то клеевую можно даже не использовать вариант 2 если у вас также крупные лоскуты вот эту паутинку я разрезала на длинные полоски можно так слегка положить кое-где полоски вы приклеите и ваши заготовки никуда не денутся у меня будут небольшие лоскуты это будет мой фон когда я их выкраивала в предыдущем видео были комментарии о она режет мятую ткань девчонки да я режу мятую ткань когда я определюсь сколько мне нужно лоскутов я беру и все дружно их проклеиваю иначе вы будете полотно утюжить долгими долгими часами эта ткань у меня габаргин ткань берем абсолютно любую разной фактуры у меня здесь и без и ситец и даже не знаю и портьерная ткань я сначала делаю небо и мы делаем фон фон мы делаем для удобства фон можно делать сверху вы выкладываете лоскуты и вот ровным краем накладываете чтобы у вас заходила друг на дружку где-то 0 5 1 сантиметров чтобы у вас не было никаких прогалов и вот так вы выкладываете так чтобы они не попадали вот так цвет на цвет делаю да и Продолжение следует... 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 вот у меня голые деревья мы их также можем вырезать такой фигуристый кружок и сделать как дерево но у меня есть обрезки и просто я помусорю здесь разные цвета и рыжие и красные и зеленые и коричневые это будет знаете подобие леса это листья разные будут но их желательно приклеивать наклей карандаш или вы берете кусочек флизелина делаете форму вашего дерева все приклеиваете и потом уже заготовку сюда на место располагаете так вот хаотично знаете только вот эти вот крупные хочу еще порезать как то так весь мусор накидала и получились веселые деревья чуть позже добавлю еще деревья вот так ночевали мои герои теперь я их располагаю ведь мы делали они все приклеивание уже ничего не разваливается вот вы в любое место их располагаете как надо у девчонки голова сливается с фоном я ее немного поднимаю к светлому вот я ей наверное дам в руки прыгалки но прыгалки или просто веревочку сделаю или когда буду прошивать на машинке опять же ребята дядечка тоже надо смотреть чтоб видите тоже темное его видно но не совсем беру маленький лоскуток ткани и вот так немножечко я вырезаю сейчас еще подровняю вот этот желтый у меня лежал вот здесь я поменяла фон потому что он мне все сбивает и портит вот такой сделала огонь размещаю на зеленым чтоб не сливалось это мои поленья как-нибудь вот так я их расположу их конечно надо немножечко сделать закругленной но это пока что набросок буду приклеивать на клей-карандаш и тогда подровняю нашла другое место для собаки вот здесь она у меня будет даже можно немножечко ее пододвинуть свою собаку опять убираю я наверное буду ее в последнюю очередь все таки делать выкроила машину машину должна быть с окнами вот так загибаю и просто вырезаю небольшие окошки вот одна и вторую на окна машина вырезала вот такой лоскуток ткани приклею на клей карандаш и вот так это будет смотреться машину решил поставить сюда машине сделаем колеса просто кусочек ткани кругляшки вот ваш колес когда будете прошивать сделаете такие прожилочки и будет оригинал конечно просится сюда машина поярче чтоб она бросалась в глаза так и теперь надо разместить наших героев девчонки сделала ботинок одна нога видите как обрубленная она у меня на скакалках скотчет сделала прыгалки скакалки как хотите так называйте это пряжа просто взяла сейчас вот проклею клеем карандашом она у меня и выровняться и в то же время приклеится к полотну но вот посмотрите сделала я и фон и своих героев разместила они у меня то в одном углу были то в другом это собака бедная кочевала у меня по всему полотну все-таки нашла я ей место рядом с машиной и вот так получается но хочу сказать для меня все таки как-то темноватый фон вот это вот аляпистость но переделывать не хочу почему-то мне задний фон нравится намного больше чем передней девчонки я сейчас немножко увеличу и дам вам такую информацию вы разглядывайте что я тут начередила напридумывала вы знаете что сейчас такая обстановка у нас и неизвестно будет ли youtube у нас или не будет может быть нас выкинут как котят ненужных и все у каждого блогера у мастерицы в основном есть еще параллельно канала это дзен пантерест рутуб наш советский рутуб вы можете просто по названию набрать канал допустим вот валентина никита ассортист валентины творческий сундучок вдохновение с мариной и у вас появятся эти каналы на том же дзене пантересте и рутубе мои ссылки будут в описании зайдите посмотрите если вам хочется смотреть на наше творчество подписывайтесь на канал и ваших любимых мастериц youtube это америка дзен швеция или швейцария или какой-то другой город может быть его тоже вычеркнут из нашего списка но останется у нас рутуб наш советский канал который никому сейчас не нужен ну давайте теперь по полотну сделала еще одного человечка сделала волосы волосы когда будут прошиваться они у меня здесь разрезаны они будут у меня развиваться когда вышлются глазки уже по полотну уже будет совершенно другой вид моя задумка не осуществилась так как я хотела сделать костер семью они там пикничок получилось что просто они гуляют у меня на природе руки кверху у одного и у другого сделала мячик играют мячик этот мальчишка идет за грибами корзинка здесь расположила корзинку с фруктами вот бананы там яблоки наверно еще немного добавила деревьев сделал облака сделала птиц для разнообразия на мой взгляд такая работа получилась все-таки темноватой и немного оляпистой мне очень нравится как смотрятся деревья палатки вот ну допустим машина ярко броско и красиво теперь мы с вами берем любую прозрачную ткань органза сетка или фатин накрываем наше полотно через мокрую марлю я всегда отутюживаю некоторые просто утюжат через просто ткань мы когда полотно проутюжим наши все герои с вами немножечко примнуться и приклеится лоскутки к флизелину потом фиксируем булавками и прежде чем основательно закреплять вы пробегитесь по полотну чтоб не было вот таких маленьких всяких ниточек потому что они так и останутся в полотне это у меня сетка и сетки еще можно вытащить но если вы используете органзу вы уже дырки делать не будете когда вы будете утюжить полотно я вам не советую утюжить прям по вашей верхней ткани некоторые мастерицы утюжит но я не советую потому что ее можно запросто спалить и когда вы снимаете верхнюю ткань это у меня марли вот видите у меня сетка она немного прилипает потому что в некоторых местах мы пользовались клеем карандашом и хочу сказать что вы просто не дергали аккуратно аккуратно снимали ткань вот тут что-то у меня так сильно прилипло прям наверное на клей карандаш вот смотрите сетка она очень прозрачная но она немного приглушает ваши цвета если вы будете использовать органзу ваше полотно будет прозрачное но она еще больше приглушит ну а теперь фиксирую булавками на булавками я фиксирую по периметру и верхние наших грубо говоря героев чтобы они у нас никуда не ускакали эти лоскуты у нас уже приклеились мы наши картинки приклеивали наклей карандаш но при стежке все равно вы будете двигать полотно они у вас отвалится полотно зафиксировал булавками но у меня здесь есть лишняя сетка я сейчас ее отрезаю но отрезаю не прям вровень и оставляю примерно один сантиметр и судя по полотну у меня здесь надо подровнять чтоб я не лишнюю работу не делала я сейчас отрежу но всегда выравниваем после стежки более-менее лишние отрезала и если у вас определенные размеры допустим под рамку под картину вы делаете обязательно на сантиметра три больше и в ширину и высоту стежка дает усадку и потом вы еще будете подравнивать полотно чтобы вышли на те размеры какие вам действительно нужны делаем стежку стежку можно делать обыкновенной строчкой просто вы прошиваете туда-сюда туда-сюда клеточки полосочки волнистой линии я буду делать на свободном ходу нитка полиэстер сороковка и у вас что наверху что в шпульке должна быть нитка одного качества если вы взяли сороковку значит сороковка к чему я говорю потому что есть такие комментарии когда я начинаю делать стежку у меня рвет нитку во первых вы сначала сделаете на образце прошейте может быть где-то надо наладить и знаете почему может еще быть иголка может быть плохая это сссеровская да это нитку такую они дешевые у нас продают но она совершенно другого качества вот такую и такую желательно не использовать а в шпульку и наверх вот взяли и шьете не обязательно именно по цветам чтобы в шпульке такая нитка и наверху можете взять белую нитку под светлые нитки черные допустим под синие потому что бывают случаи когда допустим наверху стоит белая нитка а в шпульке черная нитка выбивает нитку и это все заметно на швах делать стежку мы можем все полотно одним цветом также менять нитки по картинкам по цветам но смотрите у меня деревья если вы прошьете в тон ниткой это не будет смотреться надо брать обязательно контрастную нитку когда вы прошиваете человечков то советую вам прошивать не по ним а пройтись просто по контуру если вы будете забивать строчка их будет некрасиво можно сделать красивой строчкой отделать одежду работа моя полностью готова и я ей очень очень довольна после стежки она выглядит совершенно по другому если вы хотите увидеть как смотрится ваша работа даже когда вы зафиксировали булавками на несколько метров куда-нибудь прислонить и отойдите в сторону и посмотрите совсем другой будет вид вот я сделала стежку и посмотрела со стороны все меня устраивает мне больше нравится вот эта вот часть с огнем очень ярко и хорошо вот этот человечек тоже с мячиком но есть такое маленькое недоразумение вот этот вот человечек он немножко сливается с фоном и вот это вот трава моя желтая со стороны смотришь что какой-то кабанчик хрюшка цепляется за шляпу машину я прошла по контуру колеса сделала светлыми нитками чтобы были похож на колеса вот фару обшила но забыла сделать потом доделаю палатка сначала начала делать стежку в другом тоне но все равно как-то сливается сделала коричневым внутри вот этот темный фон вообще не трогала на елку тоже взяла другой тон не так начала шить и все равно это сливается огонь я просто прошлась белыми нитками все пламя бревнышки но человечкам я всем вышила глазки вручную носик и губы мячик тоже вышивался вручную вот обратите внимание на деревья на елке разный цвет ниток и совсем по-другому играет смотрится небо прошивала на свободном ходу но простой строчкой волнами ну а фон был заполнен техникой мозги делала стежку в основном белыми нитками но картинки старалась сделать цветными с каждой новой работой я понимаю все свои ошибки раз за разом все равно ошибки получаются набираюсь опыту стараюсь я думаю через годик 25 будут уже хорошие серьезные работы а еще хочу сказать большое большое спасибо за пластину не на прилучное город волгоград поделилась было видео где я спрашивала про такую пластину для стежки на машинке потому что у меня машинка не переключается она отзвалась и сказала я вам подарю не нашила с вашей пластиной подходит к моей машинке спасибо огромное вот лицевая сторона чистенькая вот изнаночная сторона тоже чистенькая это я вышивала руками можно использовать как декоративную подушку картину панно да и просто для самореализации хлам дела утилизации неножных лоскутов на этом все с вами была валентина вы пишите комментарии заходите в гости подписывайтесь на канал конечно пишите комментарии заходите на дзен и рутуб правда у меня там сборная солянка у меня сразу там два канала потому что два разных вести не разрешают кому интересен сам процесс создание таких работ пробуйте берите ненужные мелкие лоскуты и делайте и еще напоследок эту картинку я взяла с интернета и вот посмотрите вот оригинал что я хотела сделать конечно мои герои были совершенно другого размера в разных положениях но что я хотела сделать увеличила показать вам поближе и что получилось у меня все пока пока